МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К образовательному проекту «Живые уроки» при поддержке Министерства культуры и Ростуризма наряду еще с 16 регионами страны подключилась и Кировская область. И сегодня при содействии правительства области, Министерства развития, предпринимательства, торговли и внешних связей в регионе разработаны экскурсионно-образовательные туры для школьников. Культурно-познавательный туризм на сегодня является достаточно раскрученным брендом на мировом уровне. И мы разработали целый комплекс образовательных программ. Размещая информацию о наших уроках, о наших образовательных проектах на сайте проекта «Живые уроки», она становится доступной и для учащихся, для учителей из других регионов. Таким образом, посетить «Живые уроки» в Кировской области смогут и школьники из других регионов России. А это, опять же, развитие внутреннего туризма. А посмотреть и изучить здесь есть что. В регионе уже создано более 39 программ образовательных экскурсий. Ведущие музеи, библиотеки, заповедники области предоставят свои площадки школьникам для более интересного изучения отдельных школьных предметов. Мы надеемся, что в наш регион будут приезжать школьные группы для получения знаний по определенным школьным предметам, например, по биологии, по мировой художественной культуре, по литературе. Естественно, рассчитаны такие образовательные туры и на школьников из районов Кировской области. Для них и для гостей из других регионов разработаны трех-четырехдневные туры. Для кировчан двух-трехчасовые экскурсии. Готовы принять первых учеников и в палеонтологическом музее. Здесь уверены, живые уроки – новый и интересный шаг в образовании. Дети, они, конечно же, приходят в музей не на классические экскурсии. То есть не просто ходят, слушают экскурсовода, а активно вовлекаются именно в образовательный какой-то процесс. За счет того, что они своими руками что-то потрогали, что-то сделали и так далее, у них процесс усвоения материала будет протекать в разы сильнее, в разы эффективнее. К слову, кировским школьникам также выпадет возможность посетить с образовательной миссией другие регионы страны. Но нужно помнить, что прежде всего живой урок на выезде – это прежде всего урок. Преподаватель после обязательно проверит, как ученик усвоил материал и поставит оценку. Продолжение следует...